Приветствую вас, поскольку то, что есть у меня и у нас, я имею ввиду с коллегами, это ваш текст, то, соответственно, ориентироваться я буду именно на него, на ваш текст, и исходить я буду из него же, из текст. Итак, здравствуйте, 27 лет, значит, вот сразу, да, 27 лет, ну, вы пишите, что вам 27 лет, вот, давайте так, какое значение для вас имеет возраст вообще? И, ну, что вы можете сказать о возрасте своем? Как вы его воспринимаете, свой возраст? Считаете ли вы, что вам много, мало, мало? Считаете ли вы, что у вас, ну, что у вас все хорошо, например, к этому возрасту или нет? Если нет, то почему, откуда, откуда взялась такая информация? Если да, то в чем это проявляется? То есть, понятно, да? Понятно, о чем идет речь. Вы начали с возраста, соответственно, возраст – это первое, на что нельзя обратить внимание. Как, как ваша семья, семья относилась и относится к возрасту? Ну, как они его понимают, да, возраст? Вот. Это тоже важный момент для раскрытия ваших проблем. Дальше, живу в Эрбите. Зачем вы это написали? Для чего? Ходил в садик, ходил в школу и на автослиттере от центра занятости… Так, ходил в школу и в садик. Смотрите. Сколько вы выходили? В садик выходили. Что же? Тут у вас проблем вроде никаких нет. Как были дела с успеваемостью? В школе, в садике. Какой опыт получили в успеваемости, ну, по поводу успеваемости в школе, в садике? Именно опыт. Меня интересует именно опыт. Опыт. Какая была модель поведения у вас в школе, в садике? Какие были любимые предметы в школе, в школе? По какой причине вы не пошли, значит, на высшее образование? Да? Стой, почему не пошли? На высшее образование? На высшее образование? Чем это связано? Что они пошли на высшее образование? Что это… Что они не хотели, не могли, не было желания? Это нужно рассмотреть, а что же, потому что моменты важны, тем более, что вы говорите, что школа, был садик. Дальше вы говорите, что пошли на автослесары, ядра заняты. То есть вы уже попали в, как бы так сказать, вы уже попали в проблемы, скажем так. То есть у вас уже начались проблемы, ну потому что вы были в центре занятости, в центре занятости люди от хорошей жизни не оказываются, вот, соответственно, после школы, получается, вы ничего особо не делали. Вот. Это тоже довольно важный момент. Да? То есть как вы, ну грубо говоря, пришли к центру занятости, почему вы туда попали, из-за чего вы туда попали, какие были проблемы у вас, ну, в этот момент. Вот. Были ли вообще проблемы у вас на тот момент, вот. если да, то, соответственно, какие проблемы? Само что, это важно для нас. Чем вы сами хотели заниматься, ну, хотели бы заниматься? И хотели ли вы чем-то заниматься? Вот. Это тоже такой важный момент. Нравилась, нравилась ли вам профессия автослейсера? Да? То есть, если вы пошли, ну, на нее, то для чего вы пошли на нее? То есть, ну, зачем? Ожидали ли вы чего-то? Ну, от себя, например. И так далее. Какие у вас вообще желания, интересы, какие-то интересы в жизни. Оп. Мне кажется, это все очень важные вопросы, на которые вам нужны ответы. Так, значит, потом не дали разряд, ничего страшного. в этом нет. Я с вами в целом согласен, что, действительно, ничего страшного в этом нет. Я с вами согласен. В целиком и полностью. Только, сделать-то вы, что хотите. Понимаете? То есть, то, что для чего-то страшного, я полностью поддерживаю в вашу позицию. Действительно, ничего страшного. Но делать-то что? Делать-то вы что-то хотели, но делать что-то нужно? Да? Да? Расти куда-то. Да? Ну, по жизни. И так далее. Вот. Это вопрос, опять же, вот, квал. Часто, к сожалению, слезы одновременно трясло, смех слишком злой одновременно трясло, слишком навязчивые мысли. Это уже синдром, точнее, не синдром, а признак запрета, признак того, что вы себе что-то запрещаете. Вот, признак подавления. Вот. И это, в общем-то, довольно серьезный момент, вообще-то, говоря. То есть, навязчивые мысли, это очень, это очень серьезный момент навязчивого мысла. Вот. Я бы не сказал, что это, прям, страшное что-то, да? Но навязчивые мысли, это я еще раз повторю. Запрет. Это запрет. Так вы себе, в сознании, в своем, точнее, может быть, даже, правильное, правильное будет сказать, в постсознании. В постсознании так вы себе отражаете свои запреты. Вот. Которое у вас есть. За навязчивыми мыслями кроется ваше желание. Вот. Которое вы, опять же, привыкли подавлять. Вот. Благодаря искаженному представлению о себе со стороны, вероятно, ваших родителей. Вот. Ну, я так думал. По крайней мере, да. Вот. Вот. Это то, что, это то, что мне кажется, значит, можно вам раскрыть. Не совсем понятно, почему вы скрываете природу мыслей, да. То есть, к психологам обращаетесь, вроде бы как, да. Помощи хотите, а честным до конца быть не хотите. Ну, двойные стандарты. Получается. Так. Слезы. Значит, это, в общем, все это подавленные, ваши подавленные желания, эмоции. Одинаковые ошибки. Это сценарий. Ваш жизненный. То есть, вы совершаете ошибки не просто так, вы совершаете ошибки, потому что, такие, такие ваши поведенческие паттерны. Вот. А может быть, может быть, может быть, есть отсутствие. А может быть, может быть, может быть, может быть, может иметь место у вас отсутствие. Это прогнозирование. Вот. Но это, это купируется, это корректируется. Вот. То есть, сложности, сложности здесь не будет. Для начала, для начала, конечно, свой, свое поведение, свой сценарий, да, его нужно увидеть. Тут нужно увидеть, почему я так себя веду, чем я руководствуюсь. Вот. При, ну, реализации своего поведения. Такого. Чего я, может быть, хочу, опять же, реализуя свое такое поведение. Вот. То есть, все это, все это, все это, все это, можно и нужно разбирать. Далее, вы пишите, не получилось стать лучше. На мой взгляд, здесь скроется тоже довольно серьезная ошибка, потому что, кто сказал, что вы вообще должны становиться лучше? Я серьезно, кто сказал, что вы должны становиться лучше? Откуда такое желание? То есть, это означает, что вы себя таким, какой вы есть на, скажем, данный момент, не принимаете. Ну, если делать выводы из того, чтобы описывать. То есть, я сейчас, грубо говоря, плохой, я должен стать лучше, да, и тогда со мной, может быть, все будет хорошо. А может, не будет. Все хорошо. То есть, безусловного принятия себя у вас нет. Что, конечно же, ситуацию, ну, скорее, только. Отлегчает, не делает ее как-то проще, легче для вас. Вот. Понятнее не делает, не делает. И так далее. То есть, здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, чем вы руководствуетесь. Какие у вас критерии понимания, хорошо, плохо, да, то есть. Я не принимаю себя таким, какой я есть сейчас, на данный момент. С чем это, с чем это связано. Лучше это как. То есть, отнеситесь критически к тому, что понимать вообще под хорошим и плохим. То есть, сделайте акцент именно на критику в этом, ну, в этом, в этом аспекте. Понимаете? Потому что, вполне вероятно, вполне вероятно, что, вы, вы, у вас не получается, ээээ, стать лучше, именно по той простой причине, что вы не принимаете себя. То есть, вы постоянно заняты борьбой. Борьбой, что вот я должен, я должен, 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 я должен, я должен, я должен стать лучше, я должен, 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 должен. Вот, и отсюда все проблемы. Если бы вы приняли себя таким, какой я есть и исключили бы вред себе и другим людям, вот, то, ситуация была бы, ну, гораздо проще. И вам самому, возможно, было бы легче. Освободилось бы больше сил для, ну, для творчества, для деятельности какой-то, какой-нибудь. для хобби освободились бы силы. Вот. Понимаете? Какая история. То есть, это вот, эээ, это вот все, эээ, то, то, что нужно анализировать. Все то, с чем нужно работать. Все то, что, эээ, что нужно, эээ, ну, на мой взгляд, да, подвергать критике. Дальше, эээ, так, не получилось стать лучше один, не хватает смелости, например, звонить близкому. Ну, это связано, опять же, с, эээ, тем, что вы не принимаете себя. Вы не сможете принять себя, сами. Вот, и, эээ, по этой причине вы не способны, ээээ, значит, дозвонить близкому. Потому что себя я не принимаю, да, то, что со мной происходит, принять не могу, и, соответственно, история здесь, она такая. Это такая, что если я не могу принять себя, то не могу принять другого. Если не могу принять другого, то я не могу взаимодействовать. Вот. К сожалению, к сожалению, поэтому сперва, чтобы не быть одному, нужно принять себя. И, говоря грубо, перестать тяготиться тем, что вы один. Да? Дальше. К сожалению, так, значит, если не все равно, потом начнете немного помогать. А дальше сам. Если не все равно, потом начнете немного помогать. То есть, вы меня извините, конечно, но я что-то вообще не понял, не понял совершенно, что вы имеете в виду. То есть, что вы подразумеваете, что вы имеете в виду, говоря о том, что потом начнете немного помогать. Что значит потом? Потом это... Потом это когда? Во-первых. Дальше сам. Вы не вправитесь сам. Это работа. Работа с психологом вам рекомендуется. И, к сожалению, это не одноразовая консультация. Вот. То, что касается денег, ну, до 60, я думаю, что нужно постараться вам, значит, ну, найти точек дохода. Вот. И после этого уже работать там все эти инвестиции в будущее. Эти инвестиции ваши будут в будущее. По сути. Ну, по факту. Вот. И если... Если вам это все интересно, то нужно работать с этим. Вот. То есть вы поймите правильно. Я не хочу сказать, что у вас вообще нет шансов. Вот. Шансы, конечно, есть. Просто все это сами вы будете делать очень долго. Вот. Много идет времени. Вам сейчас 27. Вам сейчас 27. Вот. Ну, если с психологом начнете работать, то есть вероятность того, что там, к 30 лет, к 30 годам, да, у вас начнет что-то меняться. Вот. Вот. Есть такая вероятность. Вот. Вот. Если начнете работать вот прям... Прям вот сейчас. С психологом. На регулярной основе постоянно. Вот. И сейчас. И если будет тянуть время, то есть чем дальше, тем сложнее меняться. Вот. И... как бы смотрите сами, да, то есть, я не думаю, что имею право вас как-то, как-то принуждать, да, но смотрите сами. Что бы потом не жалеть о том, что вот была в одной, да, все обратились на сайт, но забыли короткий непонятный вопрос. А... и, собственно, все. Вот. Вот. Это мне не кажется каким-то, знаете, каким выходом из вашей ситуации. То есть, связано эти проблемы, да, но вы, что вот важно, да, вы не задаете вопрос. Во-первых, вопрос. Что вы хотите, например? Что хотите поменять? Что хотите изменить? Вопрос нет. Это говорит о том, что вы, возможно, не готовы еще к тому, чтобы, ну, чтобы работать, чтобы меняться и так далее. А также очень часто бывает такое заблуждение, что работа производится психологом. на самом деле это не так. Работаете вы с помощью психологов. Вот. Поэтому здесь тоже есть очень важные моменты, вот, в которых, я надеюсь, вы себе себе отдаёте отчёт. Вот. В целом, в целом, вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно. Вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разряжения в вашей данной ситуации. И, к сожалению, без психолога сделать это невозможно.